Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале про путешествия. Партнером нашего канала является 1xbet. Ставки на спорт, большие выигрыши, своевременные выплаты. Все это 1xbet. Надежный букмекер. Ну а сейчас серия о наших путешествиях. Погнали! Друзья, всем привет! Я нахожусь в Алматы. Это новая серия наших путешествий. На этот раз я отправился по приглашению ребят из Казахстана в экспедицию. Мы будем кататься по красивейшим местам этой красивой страны. И о них вы узнаете из моих видеодневников. Меня встретила вот такая замечательная девушка. Представьтесь. Мируэрт. Можно Мика. И в переводе это имя означает «жемчуг». Я очень рада познакомиться с Богданом. Это на самом деле очень круто, потому что ее брат подписан на меня и попросил встретить меня в аэропорту. Блин, это невероятно круто, когда так подписчики встречают. И за это вам огромное спасибо, друзья. Кстати, нас встретили на 50-70. Всем доброе утро. Первый день экспедиции начался. Я уже собрался. Внизу меня ждут мои друзья уже, которые довезут меня сейчас на место встречи. На дворе у нас сейчас 6 утра. Поспал всего 2 часа и все, пора в путь. Экспедиция по Восточному Казахстану начинается. Погнали. Мы уже все готовы. В общем, в экипаже примерно где-то по 2 человека плюс водитель. Ну, вы сами видите, одни Тойоты. Там у нас есть Хаммер. Я думаю, что его так взяли для теста, ну, чтобы как бы он был. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы выехали из Алматы и движемся на восток и въезжаем в город Жиркент. И здесь живет огромное количество уйгуров. И как отличить, проезжая по улицам, уйгурские дома и уйгурские семьи от других народностей? У уйгуров открыты нараспашку ворот, вот как здесь. Это считается хорошим знаком, то есть те, у кого открыты ворота, значит, будет счастье в доме. Ну, а, соответственно, если ворота закрыты, то это либо казахи, либо русские, либо какие-то другие народности. В прибыли в город Жиркент. Сейчас у нас будет завтрак. И после этого будет мечеть, которая сделана в китайском стиле. Можно присесть на топчанчик. Душевненько, да, здесь? Хорошо, тенечек. Кайф. Да тут сельское хозяйство вообще по полной программе. То есть сливы, персики, они растут у тебя за забором или же в огороде. Ну и плюс кукуруза, очень много кукурузы. Здесь есть совхоз, он сейчас так и называется, Головацкого. Совхоз-миллионер в советское время был. И они, ну, передовой, может, один из передовых совхозов Казахстанской ССР был. Богдан любит такие порции, да? Одиннадцатый. Только ради этого можно в Азии. Да, я буду. Я всегда говорю, вот здесь, вот, чем дальше в Азии, тем порции больше. Шымкенские пирожки, которые называются баурсаки. Нет, это вообще национальная... Не-не, подожди, подожди, шымкенские, сейчас пироги, но это является национальным казахским блюдом. А в переводе с немецкого? Баурсак переводится как крестьянский мешок. С рисом. Мы попросили одну с рисом. Фермерские шары. А эту можете мне дать? Я сейчас расскажу, почему. Вот все в национальности пихают туда мясо, там, что-то рис, овощи. Единственное, казахи пихают туда воздух. Да. Это специально? А, это степень. Можно взять потом что угодно, его так взять, чтобы все масло сюда положить. Выражение. И съесть его просто с маслом. И вот варенье. Наш поздний завтрак подошел к концу. Мы все очень плотненько покушали. Спасибо вам. Здравия. Вот. И сейчас отправляемся дальше. У нас впереди будет сейчас мечеть. Мечеть это сделано в китайском стиле, в китайском дизайне. Сейчас посмотрим, что там. Вот. И двигаемся дальше. Наша большой колонна. Колонна у нас из девяти машин. И то, что мы так двигаемся плотно, в хорошем графике, практически никто не отстает, это отличная заслуга организаторов. Я могу вам сказать, что это тяжело двигаться такой колонной. Не просто так стоим. Есть дилемма. Среди нас есть один Хаммер. Вообще не могу понять, как среди Тойот затесался один Хаммер. Но и это как бы полбеды. Нам нужно будет заезжать на Чарын. И там, как вы знаете, есть камень, в котором очень плотненький проезд. И сейчас вот здесь мы собираемся, скидываемся ставки у нас проедет Хаммер или нет. Как вы думаете, те, кто был на Чарыне, напишите в комментариях, проедет Хаммер или нет. Сегодня, кстати, у нас один из самых длинных перегонов. Около 700 километров. Вот, поэтому я не за рулем и у меня есть огромная возможность выспаться, чем я, собственно, и занимаюсь. Были мы вот в такой вот гостинице-кафе, называется Жаркенд, прямо на центральной улице Жаркенда, самого города. Это очень хорошее место, поэтому, если будете здесь, велкам. Еще один интересный такой факт про этот город, что жители этого города именно в автомобилях предпочитают Жигули и Ауди. Причем любых моделей и любых вообще возрастов. Вот здесь можно посмотреть. Жигули? Ауди. Вот, Ауди, Ауди, Жигули. Ауди, Ауди, Жигули. Да. Такая вот особенность. Мы добрались до мечети, но, к сожалению, сегодня выходной день понедельника, а она не работает. Говорят, что идет здесь сейчас национальная уйгурская свадьба. Вот, мы совсем туда заходить не будем, но сдалека посмотрим. Открыто, музыка, и самое главное, что я хочу сказать, открыто в ворот, это говорит о том, что люди действительно очень открыты. Первый день собрались взрослые, а завтра уже завтра будет свадьба, а ты не едешь, а едут родители. Да, 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 все чисто, родители, 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 я только завтра вечером. И получается завтра уже будет свадьба, а после завтра... Да, да, бьем свадьба и вечером, вечер получается. После завтра, опять же, родственники, гости собираются опять, еще одна свадьба. А потом еще одна свадьба, двадцатая свадьба. Это называется Малвич. Как называют? Малвич. Ябук. Что значит? Это свои традиции, уйгурские традиции. Слушай, а что за традиция такая у уйгуров? Открыто ворота или калитки? Ну, это как бы, какой бы гость не был, он может зайти, посидеть, покушать, это свадьба, как мне кажется. Кто-то, молодец, зашел, отметил, и шок. Круто, молодец. Слушай, ну все, я пойду, давай, желаю тебе удачи. Спасибо, все хорошо. Нет, одну, все, рахмат, рахмат, все, хорошо. Рахмат, до свидания, с праздником вас. Мое возьмем. Давайте, одну возьмем. Все, спасибо, все, вот так делал, спасибо. Вот нельзя просто так уйти из суйгурской семьи, очень гостеприимно и радушно. Ладно, брат, удачи тебе. Да, да, все, спасибо. Давай, пока. Все хорошо. Пойду в группе, а то я все-таки турист, приехал же сюда, к мечети, в мечеть посмотреть, а попал на уйгурскую свадьбу. Как и обещал, все для вас, друзья. Возвращаемся назад к мечети. Вроде бы нам открыли дверь, все-таки дозвонились мы до руководства. Вот, что касаемо самой мечети, то она деревянная. И, как говорят, построена без единого гвоздя, по крайней мере, ее основная часть была. Красота. Такой, как будто буддистский храм какой-то. Даже не скажешь, что это мечеть. Такое некое смешение религий, как раз, когда внутреннее наполнение именно мусульманское, но внешняя составляющая больше похожа, конечно, на абсолютный буддизм. Построенную в 1895 году. Это достоверно архитектор был китайский на пожертвованиях горожан города, именно Жанкен. В том числе очень большая дунганская диаспора. То есть, как бы здесь смешение религий, грубо говоря. Это, в принципе, видно и в дизайне самой архитектуры. Для чего нужен целлофан? Ну, здесь это место облюбовали летучей мышей, именно, вот саму мечеть. И чтобы легче потом было убирать продукты жизнедеятельности, он здесь находится. Вот эти все колонны сделаны, и вообще мечеть, основная часть построена из дерева. Это Тинчанская ель, или ель-шренга. После Октябрьской революции мечеть использовалась по разному значению. По-моему, казармы, библиотека, то есть, ну, разная была необходимая. И относительно недавно ее опять сделали, как бы, как музей. Ее, как музей, сделали в 1980-м году. Сейчас пойдем поищем летучих машин. Вот так, ну вот, собственно, кокули мышиные. Да, а это значит, что где-то здесь есть сами мыши. А вон, смотрите, вон летучая мышь. Ну, еще смотрите, какие лузеры очень красивые. Липнина. Здесь можно посмотреть свастику. Опять же, вот пересечение религии, то, что здесь буддизм. Эта композиция, которую вы видите, называется, как и все священные места на Востоке, где люди получали знания, мадресы. И вот правая сторона, назовем ее правая казарма, если так можно сказать, была для мальчиков, левая была для девочек. И вот такие священные места, много где есть в Азии. Собственно, раньше в этих местах люди получали знания, причем не все, а именно избранные, я думаю, не все могли сюда попасть. Поэтому сейчас у нас есть интернет, а для ленивых, ну, не для всех ленивых, есть YouTube. Вот, где, кстати, я тоже много информации подчерпываю. А раньше вот были такие вот места, куда местные сносили все самые ценные, книги. Если каждая семья приносила по книге, то образовалась целая библиотека, и все получали это огромное количество знаний. Вот так снимаются кадры, а где можно посмотреть эти кадры, я оставлю ссылочки под видео. Переходите, подписывайтесь. Это, кстати, если вы помните, мы как раз не доехали до этих мест. Здесь мы ушли сразу на Чарынский каньон. Вот, оказывается, здесь такая красота. Поэтому, если кто не был еще в этих местах, друзья, рекомендую. Восточный Казахстан. Просто замечательные места. Собирайтесь в Киргизию. Обязательно перед Киргизистаном. Нужно заехать сюда. Обязательно. В общем, мы доехали еще до одной точки. Место называется Харгос. Центр приграничного обслуживания. Как раз, если вы помните, та бетонка, по которой мы ехали, это вот та часть проекта, соединяя Китай и Европу. Соответственно, российско-казахский, я не знаю, кто еще там состоит в этом союзе, в общем. А, ну и китайский, соответственно. Транспортная артерия, которая соединяет Китай с Европой. Ясно, что мы туда не поедем, но просто подъехали посмотреть. И, собственно, здесь сам этот логистический комплекс, пункт пропуска через границу. То есть, в общем, молодцы, молодцы. Скоро доделают здесь бетоночку до конца, вот эту вот нормальную, по которой мы ехали. И можно будет домчаться просто в эти края очень-очень быстро. По пути нам встретилась вот такая долина. Долина называется Желанаш. Желанаш. Долина называется Желанаш. Она в переводе с казахского означает «обнаженная». Связано это с тем, что практически целый год долина находится вот в таком желтом состоянии. То есть, даже зимой тут очень сильные ветра. Эти ветра выдувают снег, и она постоянно, так скажем, открыта. Единственное, в начале весны, в апреле, в мае, здесь есть зеленая трава, да, и долина, говорят, очень красивая. В общем, мы не спеша едем всей нашей большой колонной из девяти автомобилей. Следующая у нас остановка будет поселок Санте. И завтра уже поедем из этого поселочка по всем озерам. А послезавтра у нас, или завтра, да, у нас, по-моему, будет каньон. Завтра у нас озера, послезавтра каньон. Вот такой план. Поэтому сегодня еще уже будет включение непосредственно из поселочка, из гостевых домиков, где мы остановимся. А завтра начнется уже интересно, потому что сегодняшний перегон у нас практически 700 километров. То есть дорога, дорога, дорога. Завтра все-таки, я думаю, поснимаем, походим по окрестностям. Вот уже будут пешие треки, поэтому поехали. В общем, у нас 8 вечера. Выехали, как вы помните, мы в 6.30. Долгий был сегодня путь, долгий перегон. 700 километров практически, 600 с копейками. Но вечером, если есть поляна, то все, что было за день, сразу сглаживается. А поляна, друзья, я сейчас покажу вам, какая. Все в одном домике не поместимся, поэтому всех расселяют. Вообще тут вообще ништяк, круто. Да, здесь у нас водители. Вот здесь у нас иностранцы. Здесь у нас кухня, да, готовится? Да, да. Это для кого? Для вас. Для нас? Да, манты. О, манты, отлично. Можно я как в детстве вот что-нибудь, какой-нибудь салатик? Прям можно дошли. Отлично. А я так и хотел. Вкуснятина, сейчас дожду всех. Вы же работаете, да? Рахмат. Все, водитель на камере меняется. И тут еще, смотрите, нас запускает. Ну, мы быстренько заглянем. Ну, тут, смотрите, еще спальные места. Такой вот гостевой домик, кстати, очень даже ничего. Главное, с этой лестницы ничего броснуться. Насколько я понимаю, там еще два домика, вот мы в каких-то в тех двух будем. Так, здесь даже вот баня такая есть. Смотрите еще раз, вот так выглядит наш лагерь. Вот, а здесь баня, можно бы типа смотреть. Давайте заглянем. О, смотрите, это вот этот сыр, или как, крут, или крут делают. Смотрите, вот видите? Прикольно. И тут же, смотрите, сапоги сушатся. Мне кажется, поэтому крут именно такой вкус, потому что он всегда рядом с сапогами. Давайте заглянем. О, какая небольшая. И там парилочка, наверное, ну раз уж зашли. Парилочка. Да, вообще маленькая парилочка. Здесь вода. Подзакроем. В общем, вы сами все видите. Все очень даже ничего для того, чтобы мы приехали сюда в какую-то антицивилизацию. Ну, круто. Круто. Пойдемте кушать. Так, заходим. Кто не успел, тот не поел. Друзья, я знаю, что многие из вас сейчас кушают, поэтому приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы будем сейчас кушать. Добро пожаловать гостям в Казахстан. Кто вон там, да, гости, здесь гости. Добро пожаловать. Надеюсь, вы останетесь довольны тем, что мы вам покажем. Всем ребятам, даже те, которые скромно сказали, что вы водители, на самом деле, вы большая-большая часть этой команды, поэтому, надеюсь, все будет отлично у нас и в дороге, и с машинками. Так что, всем хорошего дня, вечера и 14 дней, чтобы пролетели очень быстро и с азартом, с интересом, с красивыми местами. Извиняюсь за долгие времена. Попытайтесь вообще определить, что это такое. Но он не такой вот, как Крут? Другой? Нет, не Крут. Крут. Это сыр Крут. Это Крут Крут. С чаем. С сахар, наверное, да, что-то там какой-нибудь? Ну, что-то тоже не помолит. Ну, сахар, не помоюсь. Что-то молотое, наверное. Сейчас, я сам попробую. Хорошо. Ну, какой-то такой злак, да? Пшено. Тихо. Ну, здесь мак есть. Это молотое пшено. Пшено и пшеница. Пшенка и пшеница. А называется еще раз как? Толкан. Толкан. Толкан, короче. Главное, что после него Яни не пошел в Толкан. Нет, не переживайте, он наоборот крепкий. Да я это-то. Отлично, буду крепкий. Толкан, кстати, оказался очень вкусным, реально. Поэтому, если говорить про Курут или Крут, он не зашел, да. А вот Толкан рекомендую. Тебе нравится? Давай ешь тогда его целиком. Если он тебе нравится. Я видел, как все, знаешь, казахи говорят, он вкусный-вкусный. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь ел. Давай, давай, попробуй. Поехали. Да, если Курт мягкий, да, то его, ну, как бы, есть можно бесконечно. А вот этот Курт, который твердый, как камень, да, его обычно... Я же говорил, отмазать. То есть, они всем говорят, кушайте его, а сами не едят. Вот и едят. Я посмотрю сейчас. Я вот еду. Это специально на камеру, я видел. Вот, вот рекламу делают. Вкусно. Приехали в поселок Саты, он находится либо прямо в начале национального парка, либо уже на территории национального парка. Вот, и здесь нету гостиниц, то есть гостевые дома. Причем это обычные дома, в которых живут люди, и они же их сдают. Вот какие-то есть полностью пустые, в каких-то живут. Вот я как понимаю, как в этом доме, где мы сейчас находимся, пройду вам покажу. Вот, смотрите, у нас какие комфортные кровати. Но Казахстан был бы не Казахстаном, если хотя бы одно постельное белье не было бы. От Луиса, мать его, Вью-Тон. Вот оно, оно где? В Казахстане-то, а? А вы в Париж гоняете. Сюда приезжайте, поселок Саты. Ссылочка будет в описании под видео. Здесь круто. И посмотрите, какая красота. Готовы? Раз, два, три. Тропа идет верхом, там, где желтый знак. Ну, я поперся здесь. Спасибо. На здоровье. Березовая роща, буквально через минуту начнется. По России, матушке, скучаю. Да не, это поганки. Грусть называют? Да нет, это не грусть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...